Горошкина А я не готова Позвольте полюбопытствовать, почему? Каникул на то и каникул, что-то допекло до головы Извините, но нас после каникул никогда не спрашивают, поэтому мы не учили И я не учила И я не учила Я тоже не учила И я тоже И я не учила И я не учила И я тоже не готова, я не готова И я не готова Меня зовут Лидия Николаевна Ну вообще, раз никто не готов, нам сегодня не о чем разговаривать И с сегодняшнего дня я имею честь предложить всем такой эксперимент Если в классе кто-либо не будет знать урок, то двойку получает не только он, а весь класс Посмотрим, кто из вас решится подвести товарища Да, это прежде всего А если кто-нибудь пятерку получит... Да И хочу вас предупредить Литературу нужно не учить, а знать Вот так-то, уважаемые собрания А за всем разрешите откланяться Позвольте мне Лидия Николаевна, вы совершенно правы И я имею честь сказать, что... Ты имеешь честь знать урок? Лидия Николаевна, это оскорбительный вопрос, само собой Иди отвечай Всем Ты еще спрашиваешь? Уточняю Вы должны были разобраться в художественных особенностях лирики Лермонтова Мы должны были разобраться в художественных особенностях лирики Лермонтова В особенностях творческой индивидуальности большого поэта Вот вы совершенно справедливо заметили, что литературу надо знать, а не учить вот прошу всех обратить внимание на то что происходит мы все время говорим художественные особенности художественные особенности а что это такое а действительно что же такое мне бы хотелось чтобы уважаемое собрание все мы разобрались бы наконец что же такое стиль писателя и пытались представить бы себе это на простых и конкретных примеров если конечно разрешите только ближе к теме я просто непосредственно по теме ну вот и пользуясь вашим разрешением я возьму пример понятный знакомый всем я имею ввиду известную сказку о курочке вверх да ведь как сказано в этом всемирно известном произведении жили-были дед да баба ой как интересно и была у них курочка ряба и снесла какая-то курочка яичко не простое а золотое и так далее я надеюсь все помнят а вот как бы это прозвучало например в изложении ну гаммер прикол муза скажи мне о той многоопытной кури носящий имя славнейшая ряба которая как-то в мучениях ночью в курятнике сидя снесла золотое следующий 16 песни я пропускаю там курица кудахчет над своим яйцом и перехожу сразу в двадцать восьмой и что же было дальше стал из мрака с перстами пурпурными эос ложа покинул старик и покинула ложа старуха вышли из дома курятнику путь направляя свой близкий мышка велением суде пробегала вблизи в это время волей всевышних богов зацепила хвостом за яичко на пол упавшие яйцо на мельчайшие части разбилось плачь же старуха несчастная слезы старик леобильно а вот как бы это звучало возложение поэта бальмонта если кто его уважает а кто такой бальмонта это из буньев воздуши безбрежности златоглавы яичности золотые аккорды скорлуп ты лежишь без глагольное порождение птичности и зефир обдувает твой труп таичность волшебная порождение курицы чей могучи ли покрылый полет старец вещи и старица от сверкания жму лица но мошонок яйцо разобьет и личность волшебная там незрим лежащая отражаясь в безмерности вот подтверждает таинственность того звездно-блестящего что придет непременно придет а вот наш любимый поэт владимир маяковский можно схватил яйцо и об стену и давай долбить его в две смены долбить неделю яйцо на полку но тут узнав об яйце по наслышке с портфелем под вышкой бежала мышка бежала-бежала и выкинула портель махнула хвостом яйцо к черту все свободны я только хотел перейти к лермонтовой ты это сможешь делать на следующем уроке семян ильич заболел так что мы продолжим литературу aman компания литература с в в в Продолжение следует...